У нас отличные отношения, во-первых, потому что они в первую очередь профессиональные, а во-вторых, потому что немало ребят в российской редакции вполне понимают, что происходит в Украине на самом деле. Нам это никогда не мешало, даже если бы у кого-то из них какие-то другие взгляды на политику, потому что у нас изначально подход независимый. Мы здесь редакционно, мы могли бы, не знаю, хвалить Януковича, если бы хотели, но мы не хотели, у нас были какие-нибудь материалы почему-то, не знаю, Плохин это Янукович. У нас сейчас точно так, то есть в целом и в частности у нас ни разу не было такого, чтобы мне сказали, Саша, ну зачем вы об этом пишете или слушайте, ну что это какие-то антироссийские какие-то темы, зачем вы там текст написали, потому что Россия там Крым отобрала и футбольные клубы еще забирает всех. Ну что же вы так, ну вот этого никогда не было ни явно, ни подспудно и равно как этого не было и вне политических темах. Нам никто не диктует никаких тем, никаких собеседников для интервью, мы сами здесь решаем как хотим, с точки зрения того, что интересно местному читателю и что мы считаем важным, приоритетным, значимым. Проблема возникает только тогда, когда какой-то текст, который важен для России попадает в ротацию фактически российских материалов, потому что есть такая возможность связать и в украинские комментарии попадают люди, которые все это время читают российский сайт и, соответственно, варятся в каком-то своем информационном поле и сталкиваются здесь с нашими людьми и получается, такой, ну то есть люди, которые в принципе вообще нигде не столкнулись, другое время там оказываются и начинают, могут начинаться от какие-то такие вещи, не может, это обычно какие-то темы сейчас, вот последние полгода политика всегда так или иначе завязана. Во всех остальных случаях, ну там приходится разруливать, там приходится напоминать людям, что вообще-то оскорбление и прочие-прочие вещи, это нехорошо, мы моделируем комментарии.